Департамент охраны готовится отметить свой 70-летний юбилей. За это время сменились поколения сотрудников. Не раз обновлялось материальное и техническое обеспечение. Совершенствовалась законодательная база. Но неизменными остались принципы службы. Надежность, безопасность, профессионализм. Март 2022 года. Могилев. Двор от мыс средних школ. Сотрудникам департамента охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки. Прибыв на место, сразу обратили внимание на многочисленное скопление детей. После чего обратили внимание на мужчину. Выяснилось, что данный мужчина совершил хулиганские действия в отношении учащейся данной школы. Данный гражданин был задержан нами. Группы задержания прибывают в кратчайшие сроки. Именно от них зависит, как быстро поймают злоумышленника и окажут помощь потерпевшим. Техническое оснащение позволяет выполнить все на высшем уровне. Но ведь так было не всегда. В 90-х вся информация была в голове, вспоминает начальник отдела милицейской и сторожевой охраны Андрей Бундарев. Я начинал работать в 90-х годах. Понятно, что в те времена далекие, при Советском Союзе, после распада Советского Союза, вот этого оборудования ничего не было. Не было ни системы навигации, не было ни определенных помощей сотрудникам групп задержания в планшете и так далее. Все объекты мы учили наизусть. Мы изучали расположение домов, мы изучали расположение переулков, в какой последовательности, откуда идут нумерации подъездов, в каком доме пятиэтажный или девятиэтажный и так далее. И мы сдавали даже зачеты экзамена. Развитие службы было всегда. После того, как развалился Советский Союз, тогда вневедомственная охрана осталась сама с собой, скажем так. Нет комплектующих, нет соответствующего оборудования для того, чтобы осуществлять охрану объектов, потому что технические средства охраны – это все-таки наши помощники. Это наши глаза, скажем так, и уши. В музее департамента можно увидеть средства охраны, которыми пользовались еще в древности, и в прошлом веке, и в настоящее время. Фотографию возвращают в прошлое и в очередной раз отражают то, сколько поменялось за это время. Когда мы пришли, я еще управлял мотоциклом, были москвичи старенькие, УАЗы, но пульту, конечно, было примитивное у нас, обыкновенный пульт стоял, который просто переключался там вручную. То есть на сегодняшний день, конечно, картина за эти годы поменялась. На сегодняшний день подразделениями департамента охраны охраняется более 4 тысяч объектов различных форм собственности, более 22 тысяч помещений с личным имуществом граждан, и более 5 тысяч у нас охраняется кнопок тревожной сигнализации, также разустановленная на объектах юридических, физических лиц. Департамент охраны старается идти с ногу со временем, особенно то, что касается непосредственно технических новинок и их внедрения в нашу постоянную служебную деятельность. Технические новинки для обывателя – это сложное и непонятное устройство. Однако специалисты идут в ногу со временем и совершенствуют не только материальную базу, но и свои умения и навыки, что помогает им оперативно принимать решения. Все объекты наши охраняемые оборудованы техническими средствами охраны. При поступлении сигнала тревоги сигнал идет на пульт стерилизованного наблюдения. Непосредственно на мониторе экрана у дежурного мы видим, отображается сигнал тревоги. Дежурный, видя адрес, видя наименование объекта, квартира, либо это юридическое лицо, сразу принимает решение, какой необходимый наряд по маршруту исследования направить на данный объект. Соответственно, имея радиостанцию и имея навигационную систему, он направляет ближайший наряд рукозадержаний, который расположен к этому объекту для установления причин срабатывания технических средств. Если сработало кнопку тревожной сигнализации, то наши сотрудники понимают, что там действительно что-то случилось, и действительно необходима кому-то какая-то помощь. Что касается непосредственно ложных вообще срабатываний, да, есть такая проблема, есть ложные срабатывания, мы не можем их искоренить в нашей службе, но зачастую, скажем, связано это с какой-то рассеятельностью, с заботчинностью наших заказчиков. В помощь сотрудникам департамента не только спецтехника, но и собаки. Они верные друзья и надежные помощники при выполнении задания. В процессе службы мне приходилось участвовать в таком резонансном преступлении, где молодой парень задушил девушку в частном нежилом доме и скрылся в лесной массив. Мы на протяжении 10 километров исследовали преступника. Карат был поставлен по запаху следу его. И в одном из массивов лесного был задержан гражданин. А еще собаки меняют жизни. Родители помирились благодаря собаке. С братом отношения хорошо наладились. Девушку встретил благодаря собаке. Поехали, мне посоветовали клинику. Поехали. Я за собаку больше переживала, за мечту. Девушка все ходила, смотрела, делали рентген. И потом, когда он с наркоза выходил, она стояла, ладила, я на нее обратил внимание. Мы так поулыбались. Я выхожу из клиники, получается, и к маме сразу говорю, мам, блин, хочу быть с этой девушкой. Уже к вечеру я уже знал ее номер телефона. И вот уже 4 года вместе. То есть вот так собака повлияла. Кинологическая служба Беларуси имеет почти вековую историю. Все кардинально поменялось. Все полностью. Уже в настоящее время совсем другие требования. Для сотрудника, значит, медицинера-кинолога, и тем более для его служебной собаки. У нас ежегодно проводятся соревнования. Мы постоянно развиваемся, постоянно расширяем свою базу. Как профессионально-тактной деятельности. 70 лет для кого-то это целая жизнь. Для департамента период становления и заявления о себе, как о профессиональной и надежной структуре. Об этом говорят и коллеги. Совместно с органами внутренних дел вы успешно боретесь с преступностью, обеспечиваете имущественную безопасность граждан. Отдельные слова благодарности хочу выразить ветеранам. За становление службы, за тот бесценный опыт, за воспитание молодежи. Уважаемые коллеги, поздравляю еще раз вас с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов. Всему нашему коллективу с наступающим праздником. Что пожелать? Наверное, и на службе, и дома благополучия, любви, счастья, просто человеческого счастья, чтобы у каждого сотрудника все получалось. Удача никогда от них не отворачивалась. Всего-всего самого хорошего коллектива нашли. Организация – это в первую очередь люди, которые любят свою профессию и гордятся ею. А 70 лет со дня образования – это яркий показатель устойчивости и важности их деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok